Каждая ваша мысль — это физическая реальность внутри вашего мозга. Кэролайн Лифф — патолог коммуникаций, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по разуму. Наука о мозге — это увлекательно. Я читаю об этом даже перед сном. С большим энтузиазмом её вновь и вновь приглашали на программу «Славьте Господа». Кэролайн, почему она всегда должна быть права? Ты знаешь? Потому что она женщина, как и я. Её дар — помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Ваш мозг совершает 400 миллиардов действий в секунду. Мы феноменальны. Наш разум феноменален. Более 20 лет она изучает науку, мысли и раскрывает тайны мозга. Можно сказать, что вы доктор нейропластики. Скажите себе «Добрый вечер, доктор нейропластики!» Я объясню вам, что это такое и в какой сфере у вас столько достижений. У вашего мозга бесконечный потенциал. Нейра — значит мозг, а пластик — значит менять. Нейропластика даёт понять, что вы можете изменить своё мышление. Её страсть — помочь вам раскрыть в себе огромный потенциал. Она объясняет научные и духовные аспекты мышления. Мысли реальны, и они занимают жемище в вашем разуме. Тот выбор, который вы делаете в своём мозге — это результат мысли, который вы обдумывали. Она открывает науку о мозге, ваших эмоциях и вашем интеллекте. Разум — это не только программное обеспечение, но и реальная личность, которая стоит за этим программным обеспечением. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Кэролайн Лифф. Что если бы в вашем мозге была кнопка, которая включала бы контроль над мыслями, включала бы контроль над разумом? Ваш разум — это и есть та кнопка, которая помогает вам контролировать ваш мозг. Ваш разум — это ваш интеллект, ваше мышление, ваши решения, ваша воля и ваши чувства и эмоции. Все это — действия разума. Эти действия разума либо включают мозг, либо выключают его. Мысли — это реальная материя, которая занимает место в вашем мозге, мысли, которые вы встраиваете в своем мозге, похожи на лес. Вы начали строить свои мысли с самого момента рождения. У вас в голове миллиарды мыслей. Каждую минуту, день за днем вы дополняете эти мысли. Вы меняете свой мозг минута за минутой каждый день. Нужно помнить, что мы контролируем свой мозг, а не мозг контролирует нас. Итак, я когнитивный нейробиолог и патолог коммуникации. Много лет я посвятила завоеванию ученых степеней, пытаясь понять науку мозга и то, что же означает обновление ума. Мне кажется, что наука о мозге — это очень увлекательно. Я постоянно об этом читаю и даже перед сном. Через науку о мозге я вижу славу Бога, Бог невероятный, и мы это знаем, но Он дает нам увидеть Его славу разными способами. Для меня одним из способов увидеть Его стала наука. Мысли находятся внутри вашего мозга. Вы мыслящие существа. Вы мыслите, выбираете и строите, и это строение является физическим объектом. Ваши мысли производят маленькие протеины, которые формируют небольшие ветви. Они постоянно меняются. Вы можете посмотреть на мозг в действии и увидеть, как мысли меняют его. Они выглядят как небольшие деревья, поэтому мы часто называем эти физические мысли внутри вашего мозга структурой, похожей на дерево со стволом и небольшими ответвлениями. «Наша жизнь – это то, чем ее делают наши мысли» – Марк Аврелий. Итак, мысли реальны. Мысли занимают жилища в вашем разуме. Вы думающие существа. Вы мыслите днями напролет. Пока вы думаете, вы принимаете решения, и пока вы их принимаете, вы создаете протеины. Эти протеины группируются и создают целые сети внутри вашего мозга. На экране вы видите слайд с фотографией мозга внутри. Этот слайд часто называют «волшебные деревья разума». Когда вы допускаете действия вашего разума, то есть размышляете, думаете, делаете выбор, сюда включаются и ваши эмоции. Пока вы делаете все это, ваши мысли формируют протеины. Вы создаете электромагнитные сигналы, которые можно измерить. Ваши мысли занимают жилища вашего мозга. Будьте осторожны со своими мыслями, потому что ваши мысли реальны, и они занимают жилища вашего разума. Они генерируют электромагнитный эффект. И когда вы думаете, вы производите действия. Это слова, мысли, эмоции и ваши видимые поступки. Так что каковы мысли в сердце человека, таков и он. От избытка сердца говорят уста. Что бы вы ни говорили или ни делали, это не случайные и не связанные события. Верхушка вырастает из корня, а корень – это то, что вы посеяли в глубины своего сознания. Бог сотворил нас мыслящими человеческими существами. Мы созданы по Его образу. Что касается вашего разума, Бог дал вам феноменальную способность мыслить и делать свой выбор. И все это – невероятный дар от Бога. Это способность, заложенная внутри вас. Это мощная способность менять свой мир. Буквально. Ученые доказали то, что уже было сказано в Писании. Ваш разум меняет ваш мозг. Ваш разум меняет ваше тело. И ваш разум развивает ваш дух. Он становится инструментом в развитии вашего духа. Потому что вы читаете Библию разумом, а запоминаете стихи Писания. То есть развиваете свой дух. В ваших головах находится самый удивительный мозг. Не мозг влияет на функционирование нашего тела. Но, скорее всего, мы влияем на то, как функционирует наш мозг. Поэтому каждый раз, когда вы думаете, вы изменяете структуру своего мозга. В среднем человеческом мозге находятся примерно 100 миллиардов нейронов и 100 триллионов связей. Ваш мозг сотворен так, чтобы следовать за ходом ваших мыслей. Ваше мышление контролирует физическую структуру вашего мозга. Бог дает нам дар возможности мыслить интеллектуально, как высокоинтеллектуальные человеческие существа. Это возможность мыслить и выбирать. Вы сотворены с разумом, способны мыслить и принимать решения. Давайте пойдем дальше. Когда вы мыслите и решаете, вы влияете и на тело, и на дух. Потому что сфера вашей души одной дверью открыта в дух, а другой в тело. Когда вы мыслите, ваш разум производит сигнал, который можно измерить с помощью квантовой физики или обычной классической физики. Это сигнал, напоминающий электромагнитный. Так что деятельность, протекающая в вашем мозге в этот момент, может быть измерена. Нам часто говорят, и я слышала это даже во время своей учебы, что мозг не изменен. Тренируйте свой мозг. Видите этот праздничный торт? А этих восьмерых людей? Вы сможете разделить этот торт на 8 равных частей тремя разрезами. Условия следующие. Первое – торт нужно разрезать ровно на 8 частей. Второе – вы можете сделать только 3 прямых разреза. И третье – передвигать куски во время разрезания нельзя. Мы скоро к вам вернемся с ответом. Существует мнение, что мозг не изменен. Много лет я участвовала в исследованиях и могу сказать, что мы можем менять свой мозг, что мы буквально хирурги своего мозга. Мы можем формировать свой мозг. Мы не застыли в одном состоянии, мы не жертвы своей биологии. Независимо от влияния поколения, независимо от ваших обстоятельств, все можно изменить. Большей частью я учу людей, что мы не жертвы своей биологии, что мозг под контролем вашего разума. Ваше сознание меняет состояние вашего мозга. Можно сказать, что вы доктор нейропластики. Можете сказать сами себе «Добрый вечер, доктор нейропластики». Я объясню вам, что это такое и в какой сфере у вас есть достижения нейропластики. Нейро – значит мозг, а пластика – значит менять. В Римлянам 12.2 сказано «Не сообразуйтесь с веком сим, но преображайтесь обновлением вашего ума». Нейропластика означает, что мозг можно менять. Это целый мир науки, который не был известен в 80-х, но был обнаружен в 90-х и теперь открыт повсюду. Научным путем мы поняли, что мы можем менять свой мозг. Ваше мышление и деятельность вашего разума, сфера вашей души, ваш интеллектуальный мир, ваша способность мыслить и выбирать сотворены по образу Бога. Секреты мозга раскрыты. Вы не подозреваете о 99% деятельности, протекающей в вашем мозге. Прямо сейчас, посредством пяти своих чувств, вы принимаете информацию, и она поступает в ваш мозг. Та информация, которую я сейчас даю вам, идет в ваш мозг в виде электромагнитных частиц. Вы обдумываете то, что я говорю, и принимаете решение со скоростью 400 миллиардов действий в секунду. Вы обрабатываете эту информацию, затем она поступает в переднюю часть мозга, и затем в течение отрезка от 2 до 7 секунд вы принимаете решение. Когда вы принимаете это решение, электромагнитные квантовые сигналы, которые я только что описала, поступают в клетки, точнее в ДНК, и все это происходит сейчас в вашем мозге. Вы знаете, как выглядит ваша ДНК? На ней записаны коды ДНК, она является носителем генных кодов. Генные коды производят аминокислоты, аминокислоты производят протеины. Не теряйте мысль, вы умные. Когда вы думаете и принимаете решение, вы запускаете все эти процессы, точно так же, как вы можете включать свет в этом зале, вы можете включить свои генетические процессы. Деятельность вашего разума – это сигнал, который поступает в ДНК, в генные коды, которые спят в ожидании вашего сигнала. Как только сигнал поступает, они включаются, и вы начинаете производить аминокислоты, которые группируются в протеины, затем образуют целые деревья в вашем мозгу. Это мысли. И вы делаете это прямо сейчас со скоростью 400 миллиардов действий в секунду. Вы творчески выращиваете вещества внутри вашего мозга. Вот ваш ланч. Ладно, я шучу. Это ваш мозг. Разве он не удивителен? Он так красив. Многие думают, что я сошла с ума, говоря такое, но я отсекаю такие вещи. Он невероятный. Но сейчас этот мозг, пронизанный кровеносными сосудами, созидает ваше строение. Вы – нейропластический хирург. Вы можете формировать собственный мозг. Вы можете преображать ландшафт своего мозга. Как мыслящее существо, вы проводите собственную хирургию мозга. Вы – мыслящее существо, нейропластический хирург. Обновляете свой ум непрестанно, минута за минутой, каждый день. Даже ночью, во время сна, вы формируете ландшафт своего мозга. То есть реформируете свой разум. И так люди размышляют, принимают решения и создают протеины. Эти протеины группируются и вырастают в деревья. Люди, которые принимают плохие решения, которые выбирают зависимость от чего-либо, делают плохой выбор, поэтому в их мозгах плохие мысли. Вы могли жить такой жизнью 20-30 лет. Вы можете толкнуть своего соседа и сказать, смотри, что ты творишь с собой, а я с собой. Мы все это делаем. Если найдется человек, который скажет, что не принял ни одного плохого решения в своей жизни и ни разу не согрешил, вы лжете. Мой мозг похож на компьютер? Аналогия с компьютером очень уместна. Ваш мозг – это жесткий диск, а ваш разум – программное обеспечение, которое устанавливается на жесткий диск. Программное обеспечение даже не сам разум, а личность, обладающая этим разумом и заставляющая его работать тем или иным образом. Так что программное обеспечение – это ваш разум, а жесткий диск – это и есть мозг. Ученые обращают нас к Богу. Так происходит постоянно. Каждый раз они думают, вот мы и нашли частицу Бога. Вы читали про бозон Хиггса пару лет назад? Хотя вам ли читать об этом? Бозон Хиггса – это субатомная частица. Это из сферы квантовой физики, хотя это довольно просто. Это частица силы. Это будет несложно понять. Ученые были так взбудоражены, и вы все, наверное, об этом слышали. Хотя вряд ли. Я расскажу проще. Бозон Хиггса был обнаружен, и это стало большой сенсацией для СМИ. Ученые решили, что нашли частицу Бога. Вы слышали об этом? Вы читали в СМИ «Мы нашли частицу Бога». Но это так глупо, ведь эту частицу создал сам Бог. Вы помните периодическую таблицу? Помните, как она выглядит? В квантовой физике есть похожая периодическая таблица. Она называется «Таблица стандартов». По структуре она похожа на обычную таблицу, и в ней перечислены все частицы квантовой физики. Бозон Хиггса просто была одной из них. Она никакая не частица Бога, потому что Бог эту частицу сам сотворил. Что же делает квантовая физика? Она подводит нас еще ближе к Богу. Люди, углубляющиеся в квантовую физику, углубляются в знания о том, как она влияет на изменения в мозге. Так можно найти Бога. Мы познаем Бога через подобные вещи. Что мысли делают с моим мозгом? Мы мыслящие существа. Мы все размышляем. Процесс мышления производит электромагнитный эффект, который ведет себя как сигнал. И этот сигнал напрямую поступает в генные коды и вынуждает их работать, то есть производит протеины. Протеины, созданные в результате вашего мышления, это сигналы к запуску, работы этих генов и производству протеинов. Протеины группируются в похожие на дерево структуры, удерживающие информацию. Так что ваше мышление активирует рост физических субстанций в вашем мозгу. И это наши мысли. Наш разум, то есть действие нашего интеллекта, воля и эмоций, производит настоящие физические структурные вещества. Я бы сказала, что разум контролирует события. И все это происходит в нашем мозгу. А мы-то привыкли, что в жизни происходит все случайно. Минутку. Значит, все-таки разум контролирует события. То, что разум контролирует события, это абсолютная реальность. Между учеными идут споры о том, можно ли отделить разум как некий компонент механизма и сделать мозг чем-то подобным машинам, чтобы воспроизвести его мыслительную деятельность. На самом деле, последнее исследование демонстрирует нам то же самое, чему нас учит Библия. Разум контролирует наше тело. Дух контролирует душу, а душа — это сфера, разум, а разум контролирует тело. Так что наука подтвердила, что высший уровень — это разум, а низший уровень — это мозг. Что происходит, когда вы, мыслящее существо, мыслите весь день непрестанно? Вы думаете даже ночью, когда спите. В ночное время вы сортируете свои мысли для грядущего дня. Получается, что в дневное время вы строите мысли, а в ночное время вы их сортируете. Что бы вы ни думали, это сфера души, сфера разума, это ваши размышления, решения и мысли. Мы очень заняты и делаем это непрестанно со скоростью 400 миллиардов действий в секунду. Ваше подсознательное мышление, которое хранит все ваши воспоминания, также находится в работе 24 часа в день. Это невероятно. У вас есть сильный дух и здравый рассудок. Итак, что вы думаете? Один торт, восемь кусков, три разреза. Вот решение — порежьте торт вот так, получится два куска. Затем вот так. Готовы четыре куска. Затем разрежьте посередине. Теперь у вас восемь кусков торта и восемь очень довольных людей. Тренировка для мозга. Чтобы вы не избирали своим разумом, это станет физической реальностью в вашем теле. Вы провозглашаете жизнь или смерть теми решениями, которые вы принимаете. Вы строите в своем теле физическую материю. Мозг каждого человека живет по одним и тем же правилам. Нейрофизиологии. Структуры мозга у всех выглядят похожи. Способ, которым вы уникально познаете мир, означает, что вы создаете уникальный ландшафт вашего мозга. Ваше познание мира отражается на физической структуре вашего мозга. Мы называем это разнообразием вида. Размышляя, вы генерируете сигнал в своем мозге. Деятельность разума — это ваши мысли, приведенные в движение вашими эмоциями. Это активная деятельность, которая заставляет гены на вашей ДНК производить протеины. Пока вы думаете и принимаете решение, вы производите протеины. Вы создаете физическую материю. Это сила, данная вам Богом. Это созидательная сила по образу Божьему, который есть внутри нас. Это ваше сияние. Вы ослепительны, вы сотворены по его образу. Чем разница между моим мозгом и моим разумом? У нас есть способность обдумывать, мыслить, обрабатывать информацию об окружающем нас событии. Вы читаете, любите или смеетесь. Все это деятельность вашего разума. Мы размышляем, делаем свой выбор, принимаем решения. Все это сфера, которую мы называем разумом. В духовном смысле это ваша душа, которая состоит из разума, воли и эмоций. Мы уникальные существа. Мы мыслим каждый по-своему уникально. Каждый из нас мыслит по-своему. И разум это энергия. Ее можно измерить, ее можно увидеть в действии. Если посмотреть внутрь мозга живого мыслящего человека, вы увидите эти проблески, увидите его деятельность, эти вспышки. Эта деятельность мозга происходит внутри структур мозгового вещества, внутри маленьких физических деревьев, внутри вашего мозга, там, где расположены нейроны, ответвления и тому подобное. Мозг становится физическим домом для разума. Он становится местом обитания разума и принимает такую физическую форму, какую ему диктует разум. Разум диктует структуру мозга. Распространение IQE, подобных ему тестов, которым нас подвергают, говорят нам о том, что у нас фиксированный уровень интеллекта. Но это не так. Вы сотворены по образу и подобию Бога, вы умны настолько, насколько хотите, и ваш интеллект с течением жизни развивается тем больше, чем больше вы пользуетесь своим мозгом. Разве это не потрясающе? Самому старшему, моему пациенту, было 78. Он был пилотом и больше не мог летать. В 78 лет он пошел получать второе образование и получил диплом бухгалтера. В 82. Чем больше вы пользуетесь своим мозгом, тем умнее становитесь. Таразакония 30.19 говорит жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Когда вы выбираете, у вас появляются невероятные способности, сила любить и трезвый рассудок, чтобы избрать добро или зло. Вы не роботы. Бог дал вам все путеводители. Он отдал Иисуса Христа, который умер на кресте и воскрес на третий день. Вы рождаетесь выше, обретаете связь с Духом Святым, который ведет вас к истине. У вас есть Библия, и у вас нет абсолютно никакого оправдания. Бог призвал нас быть ответственными, зрелыми христианами, чтобы встать и осознать, что у нашего выбора есть последствия. Мы состоим из Духа, души и тела, и часто наше тело сигналами предупреждает нас о том, что мы приняли неверное решение. Я свидетельствую, что Дух Святой призван контролировать Дух человека. Дух контролирует душу, а душа человека контролирует тело. Это правильная расстановка. Мы живем в мире, который погоняется телу и душе. Нам кажется, что это самое главное. Расстановка такова, что тело – это внешнее, а разум зависит от него. Ученые говорят о том, что разум – это действие мозга. Но мозг не может ничего сделать без разума. Когда вы мертвы, у вас ничего не происходит. Когда вы живы, идет деятельность разума, которая протекает в структурах мозга и течет через каждую клеточку вашей крови в ваше тело. Энергия, которую можно измерить в живом человеке – это тот самый описанный мной сигнал, который вызывает всякое мыслительное действие и приводит к изменениям структуры. Мозг следует за разумом. Ваш разум меняет структуру вашего мозга. Минута за минутой каждый день вы меняете структуру своего мозга тем, что вы думаете. Если вы мертвы, жизнь в вас не течет. Но когда вы живы, вы генерируете всю ту активность, которую описывает квантовая физика и электромагнетизм и тому подобные вещи. Вы влияете на мозг каждой своей мыслью. Она отражается на уровне хромосома, а хромосомы связаны с ДНК, на которой записан ваш генетический код. Ваш генетический код находится в спящем состоянии до тех пор, пока вы не начнете думать. Вы были сотворены со свободной волей. Вы были сотворены силой, способностью выбирать. Вы можете выбрать, чему верить – негативу или позитиву. Действовать в мире или без мира. Да, мир – это состояние, но вы сами выбираете действовать в нем или без него. Дорогая доктор Лив, В детстве меня насиловали. После нескольких лет брака я поняла, что вышла за человека, похожего на моего насильника. Я люблю и прощаю их, но все эти годы я живу с травмой и отравляющим меня страхом. Это отразилось на моем здоровье. Я читала вашу книгу и теперь учусь менять отравляющие мысли на Божье обетование, что его совершенная любовь изгоняет всякий страх. Я делаю это по несколько раз в день, а также ночью, поскольку страх и травмы сказались на моем сне. Я могу с восторгом сказать, что хотя я все еще на начальной стадии, теперь я понимаю и принимаю себя такой, какой меня сотворил Бог. И меня наполняет такая радость, мир и любовь и надежда. Спасибо вам большое. Учите и помогайте мне и многим другим людям обрести свободу. Мне нравится в ваших книгах то, что они не просто научные, но основаны на Писании. Джуди. Мы находимся в самом потрясающем городе мира, сердце мира, в центре мира. За моей спиной Львиные ворота Иерусалима. Иерусалима – это город, где каждый день принимались и продолжают приниматься различные решения. Это выбор между любовью и ненавистью. На самом деле мы можем выбрать только из двух вещей – любовь или страх. Мысли реальны, и они занимают жилище в вашем разуме. Выбор, который вы сделаете в своем мозге – это результат мыслей, которые вы обдумывали. Все это станет физической реальностью в вашем мозге. В этом невероятном городе Иерусалиме тоже делается выбор каждый день. Мы делаем плохой или хороший выбор, который становится физической реальностью в нашем разуме. И это влияет на наш разум. Это не ДНК влияет на нас. Это ваши мысли, ваши верования, ваш выбор и ваши отношения. Это физические вещи, которые вызывают физические изменения в вашем мозгу. Ваш разум мыслит и делает выбор, и он меняет физическую структуру вашего тела. Ваш разум – это сфера вашей души. То решение, которое вы принимаете в своем разуме, становится физической реальностью в вашем теле. Это влияет и на ваш дух. Мы сотворены так, что мы можем делать выбор. Поэтому, когда мы принимаем неправильные решения, они приводят нас к плохому функционированию нашего организма. Мы буквально выращиваем плохие деревья в своем мозге. В этом невероятном городе, когда вы идете по Виа Долороса, по которой шел Иисус, нужно сосредоточиться. Это суетливый город с суетливыми решениями, которые принимаются каждую секунду. Но нам нужно сосредоточиться на том, что действительно важно. Нужно сосредоточиться на здоровье вашего тела и разума. Средний человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очистить разум по ходу жизни, у доктора есть план для вас. 21 день детоксикации мозга – это онлайн программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить отравляющие мысли здоровыми. Контролируйте негативное давление и плохие привычки. Держите под контролем волнения и напряжения. Преодолейте депрессию и просто станьте здоровее. Посмотрите, как 7-10 минут здорового мышления в день сделает вас счастливее, здоровее и умнее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на сайт drleaf.com Мы говорили о факте того, что мысли реальны, что они минута за минутой растут в вашем мозге. Своим разумом мы растим свои мысли. Чем дольше мы их растим, тем больше они влияют на структуру вашего мозга и на течение вашей жизни. Нам нужно знать об этой жизни мыслей. Не нужно считать, что мысли не влияют на мозг. Всегда обращайте внимание на то, о чем вы думаете, что вы слушаете, что вы читаете и что происходит в вашем разуме. Следя за ходом своих мыслей, мы сможем пленять всякое помышление в послушании Христу. Помните сравнение с деревьями, растущими в лесу? Точно так же мы выращиваем свои мысли. Мы всегда можем контролировать то, как они выглядят. Но для того, чтобы контролировать, нужно это создавать. Помолимся. Господь Иисус, мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за наш невероятный мозг. Я молюсь, чтобы каждый, кто слышит мой голос, больше не оставлял без контроля свой разум, но проверял, откуда приходит каждая мысль. Приходит ли она от Тебя или приходит откуда-то из глубин памяти и пытается контролировать человека. Помоги осознать это и менять такие мысли. Господи, научи нас принять наши мысли в послушании Тебе. Научи нас, как обновлять наш разум, как описано в Римлянам 12.2. Спасибо Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Я доктор Кэролайн Лив. Спасибо, что были со мной. Я призываю вас испытать свой мозг на этой неделе. Hilى Тебе во имя Иисуса Христа. Я受товлен за состоянием металл на этой неделе. Такилом, строительная. Иисус Христа. Продолжение следует...